А теперь еще одно имя яркого представителя своей эпохи, может быть, не столь хорошо известное нам, Николай Ростовец, композитор которого в свое время называли русским Шонбергом, потому что, если вы представляете, что сделал Шонберг в музыке, он, в общем-то, разрушил до основания, а затем создал новый музыкальный язык, новую систему организации звуков, где не всем нам привычные гаммы с 7 нот, которые мы знаем, где 12 нот. Так вот, Ростовец чуть даже пораньше, независимо от Шонберга, разработал собственную систему гармонии, организации звуков, и он был очень важной фигурой на русском музыкальном небосходе своего времени. И после революции был одним из идеологов, что ли, нового революционного искусства. Он возглавил журнал о современной музыке. Он писал туда программные статьи. Он был одним из активных деятелей Ассоциации современной музыки. И был другом Малевича, был другом Маяковского. Ходила даже такая эпиграмма Маяковского, в которой спросил, кто это Ростовец. Маяковский тут же отреагировал, что за глупая овца, что не знает росла овца. Вот такая вот эпиграмма. И Николай Ростовец довольно много оставил музыки совершенно новаторской, вдохновляющей на какие-то новые попытки, новые углы зрения, что ли. Но сейчас мы собираем для вас «Ноктюр». Пьесы написаны в 2014 году. Пьесы такого перехода над Ливидой. Там мы услышим отголоски европейского искусства, рубежа веков, импрессионизма и какие-то отсылки к Александру Скрябину. Пьесы написаны для довольно интересного инструментального состава, который включает такие инструменты, как «Гобой», «Арфа». И довольно необычно звучит, но вот в нашей версии, в нашей транскрипции мы предлагаем вам эту пьесу, которая звучит в исполнении нашего комитета. А аранжировку, транскрипцию, как и всех остальных пьес в этом концерте, сделал наш коллега, музыкант нашего ансамбля Олег Танцов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА